всем привет дорогие мои друзья цветоводы сегодня уже назрел вопрос о том как пересадить выросшие черенки пеларгонии пока черенки пеларгонии маленькие вопросы нас эти не волнуют растут они в маленьких стаканчиках и растут но когда уже приходит время пересадки когда уже корневая система уже переполняет стаканчик ну и конечно же хочется как бы в красивые горшочки пересадить пеларгонию возникает такой вопрос какие взять горшки и как вообще их туда разместить потому как для пеларгонии горшок высокие мы не берем и не берем его очень большого объема и что же делать когда высота стаканчика равна приблизительно высоте горшка в который мы будем пересаживать я расскажу как это делаю я со своими пеларгония me и как у меня все это происходит поделюсь как обычно своим опытом пересадки пеларгоний в разных ситуациях подобрала 4 примера и 4 объема горшка для разных вариантов начнем вот с такого варианта я его называю вилочка то есть когда идет два ростка ну и какие-то здесь еще ростки и стебель достаточно зеленый срезать тут ничего я не стану потому что на этом корне пеларгония будет расти еще целый год для них я беру высокие но узкие горшки ну условно будем считать что это горшок они стакан ну и в таких стаканах тоже неплохо растут и цветут я их декорируете стаканы и вполне себе нормально они себя чувствуют меня пеларгонии в этих стаканах на дно насыпаю немножко грунта естественно здесь дырочки на дне проделываю грунт уплотняю покажу сейчас так как это делаю я если понравятся вам такие варианты то пожалуйста пользуйтесь моими лайфхаками что делать далее вынимаю из стакана и обратите внимание что пеларгония конечно же нарастила корешков но нам нужно сделать так чтобы посадить ее вот прям посюда вот на этому пока не будем обращать внимание череночек но и отламывать его не будем он у нас как говорится не первостепенный нам нужны вот эти вот хорошие два черенка я вот так делаю убираю землю и вот можно конечно размыть в воде но вот по влажному грунту я вот так могу сделать просто распотрошить вот эти вот корни вот здесь вы упрётесь как бы в начало начало пеларгонии вот и грунт вот так сниму так стоп не падать не падать даже могу показать вот начало черенка вот она начало черенка корни они идут вот так отсюда видите вот они эти корешки если мы вот так разбирать начнем они идут вверх растут и корневая система вообще пеларгонии вот она такая маленькая очень вот на небольшой площади располагается я вам для примера сейчас просто разберу этот черенок вот смотрите конечно много корней мы оборвали но при такой пересадки по-другому не получится вот видите корешки мы сняли лишние так опускаем до самого дна и засыпаем кому-то может быть этот способ окажется неправильно но когда я делаю так пеларгонии ни капельки не страдает по крайней мере внешне так она не проявляет никаких страданий вот и когда я заваливаю вот эту вилочку до самого начала вот этих вот черенков вот уже эти черенки начинают давать корни вниз то есть еще какое-то время уйдет на укоренение и начнут начнет пеларгония пушисто и красиво расти как вы видите на моих пеларгониях прищипнуты макушки для чего я это делаю для чего я оставляла вот как мне говорили высокие стволы и не будет она пушистой коренастая будет вот я укоренил опустила пеларгонию вниз внутрь горшка на 2 на 3 междоузли и осталось смотрите сколько 1 2 3 4 5 на 6 междоузли и она уже заглублена вот этот черенок пойдет и вот эти все тоже палочки обрастут показывают так как делаю я ваше право выбирать хотите делайте так смотрите сами я ни на чем не настаиваю вот все пересадка завершена теперь вот эта вилочка будет давать свои корни а те корни ну не все которые мы оборвали они будут продолжать питать всю пеларгонию еще один вариант покажу сейчас вот такой вариант пеларгонии посмотрите тоже как бы корень еще не старый можно бы его и оставить но на молодых корнях всегда пеларгония вырастает лучше также макушечки ослеплю сейчас вот вот эти вот которые боковые чтобы они больше не вытягивались это можно делать прямо во время пересадки так центральную оставлю пусть она повыше станет и что сделаю с этой пеларгонии вынимаю тоже видите полным полно корней очень хороших убираем вот эти вот покажу я вам сейчас смотрите вот этот черенок он уже пустил свои корни его прямо сейчас вот отделяй и высаживай то же самое будет и с теми черенками которые я пересадила можно размыть корни в водичке аккуратно аккуратно уж если вы боитесь нарушить всю эту идиллию ну вот так когда разбираешь корни от земли не земля должна быть влажной на сухую на сухие корни ничего не делайте обязательно делайте все с влажными корнями если будет земля сухая на будут отваливаться вместе с корешками корешки оторвутся так ну вот мы видим опять же беларгонии вот такая вот скудная корневая система основная которая вот так вот высаживаем можно вот этот вот черенок вот этот черенок прямо сейчас во время пересадки вот так отделить черенок это получается уже а прям вот хоть отдельно сажай вот эту вилочку и вот эту вилочку можно рассадить их отдельно можно посадить и вот так вместе прямо что сейчас я и сделаю чтобы был пышный припышный кустик насыпаю на дно немножечко грунта горшок беру прям минимальный вот смотрите такую устанавливаю устанавливаю так чтобы не видно было вот этого пенечка в идеале конечно его тут можно знаете замазать зеленками и углями всем чем хотите вот так подсаживаю сюда вот этот вот черенок и сажая их вместе он тоже обязательно укоренится потому что пеларгония уже сильная знаете не какой-то тут маленький хиленький череночек которые того гляди загниет нет никакого загнивания не произойдет вот смотрите вот так высаживаем на поверхности у нас все молодые ростки все они дадут у самого основания корешки свои вот ну а вот этот вот срез вот он немножко на поверхности оставляем и он подсохнет сам по себе вот вот это будет очень пышный цвет цветение тут смотрите сколько на поверхности цветоносов но корень не 1 а корни здесь будет 2 если вам нужно размножение пожалуйста разделяйте в разные горшки я хочу чтобы вот так в одном горшке у меня выросла такая вот такой моно цветение красивая была есть еще вариант как протекают события так смотрите вот такой вот был черенок на старом корне я его прищипнула вот макушка видите прищипнутая она подсохла без всяких зеленок и посмотрите что пошло расти самые разные варианты бывают исходы старый корень он попросту все отслужил все отслужила и пеларгония вот так вот нарастила корешочки себе спокойненько посмотрите кто переживал что вот целый лес черенков смотрите вот теперь мы сделаем следующую следующий прием пересадки горшок все также беру не глубокий но широкий на дно салфетку кладу и насыпаю немного земли вот ну до половины вот так и и немножечко на страну отсыпаю под углом так что было вам видно даже вот так вот так земля расположен под углом здесь до верха тут почти до низа и вот так вот пеларгонию высаживаю вот так смотрите вот так высаживаю все эти черенки поднимаю наверх засыпаю землей видите потому что тут густой лес и они немножко под вытянулись чуть-чуть что можно подумать сначала плохо но так как нам их придется завалить поглубже это даже хорошо и вот смотрите 1 череночек 2 череночек вот так вот 3 череночек и посмотрите здесь какая красота то будет вот эта макушечка она тоже поднимется вверх на не успеет укорениться она поднимется до самого верха вот такой исход событий понимаете корешок и тут есть он питает сейчас их всех плюс еще пойдет укоренение всех вот этих вот черенков вот они сердцевиночки мы не заваливаем по возможности но она пробьется все равно пробьется вот так вот ну и под вот этот вот черенок тоже под самый большой подсыпаю так вот этот лист обстригаю потому что здесь уже пошла новая вот она она тоже вверх пойдет и вы представляете вот в таком горшочки будет целый взрыв цветов есть еще вариант развития событий когда мы берем два черенка и горшок еще больше но по высоте они он отличается от предыдущего ну вот прям на ободок но зато он намного шире так также накладываем на дно грунта совсем чуть-чуть вы видели какая корневая систему пеларгонии ну прям минимальная смотрите пеларгонию нужно расположить в горшке так чтобы вот с этой стороны с внутренней у нее не было никаких вновь вылезающих черенков чтобы не было загущение посередине и не не было вытяжение черенков которые внутрь и пойдут все черенки они должны пойти как бы ну что ли к краю горшка в сторону горшка резать мне очень не хочется здесь наросло такое количество прям черенков будет цветение очень красивые не хочу резать не хочу также освобождаю корневую обтрясываю вот так вот аккуратненько вот так смотрите корешочки тоже происходит заглубление вот такой вот до хорошего зеленого стебелька до хорошего зеленого стволика и беру еще одну не смотрите что у нее такие листья это листья все большие такие немножко пожелтевшие потому что макушка обрезана и она вся тоже обрастает новой молодой порослью везде где был лист будет новый черенок посмотрите у нее тоже также везде вот внизу лезут вот даже здесь видите вот 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 везде молодые просыпаются побеги также выбираем такое место где на стволе нет внутренних даже удалю вот этот который внутрь полез вот удаляю внутренние черенки ничего что будет будут они высокенькие ну как высокенькие вот она какая высокенькая насколько здесь 20 сантиметров 25 нормальная высота пеларгонии вполне себе нормальный знаете не 60 и не 50 вот смотрите какая у нее просто вот корешочки просто пяточка поэтому и выживают они цветут они в маленьких горшков горшочках только кормить вот так наша задача посадить так чтобы внутрь не росли черенки вот так но и от края горшка тоже было место насыпаем и посередине землю и также и от края горшка что было питание корешочка заваливаем не боимся все что вырастает из земли потому что все это все равно вылезет к тому же мы можем сейчас и не слишком уж и и и много добавлять земли самое главное наша задача это вот сейчас пересадку выполнить и чтобы все укоренилось до того как начнут набираться бутоны смотрите два цвета будет приблизительно одинаковой высоты будет очень красиво тем более вверх когда начнет вырастать можно опять же если большие слишком выйдут в бок черенки ну можно их опять же укоренять если вам так понравится этот сорт если вам так понравится этот цвет пожалуйста снимайте черенки хоть круглый год с пеларгонии снимайте укореняйте снимайте укореняйте и поэтому будет всегда цветы не только знаете спящие но будет одни цветущие одни спящие одни черенки одни подрастающие то есть будет такой круговорот пеларгонии было бы только место у нас одна больная тему цветоводов дайте нам только место и мы засадим все вокруг цветами согласны со мной согласны со мной пишите поливать все это мы будем через пару дней земля немножко влажная но и после пересадок я никогда не поливаю поливаю через пару дней когда растение немножко придут себя есть еще пересадка такая когда мы пересаживаем и обрезаем вот одновременно сейчас я ее тоже покажу давайте рассмотрим еще вот такой вот вариант ну пожелтевшие листь здесь почему опять же во первых сейчас не хватает света и черенок сама пеларгония макушка обстрижена и нарастают новые черенки вот они и из этой пазухи уже вышел поэтому листочки обрываю везде где показался уже черенок листик можно удалить вот все это постепенно обрез обрастает навьем ну почему сразу не обрезаю но потому что нельзя оставлять растение без листьев она листьями дышит питается поглощает свет и превращает свет в энергию давайте хорошенько посмотрим так вот если бы я месяц или два назад не обстригла не прищипнула макушки вот эти вот все не спровоцировала бы я тогда и рост вот этих вот нижних росточков это черен это все обрезается и пересаживается был вопрос в чем можно ли сразу обрезать пеларгонию на низкую обрезку и сразу же пересадить конечно можно кто же вам запретит это сделать есть такое мнение что якобы растение переживает стресс вот сначала его нужно обрезать подождать потом пересадить еще чего-то подождать но я думаю что чего резать хвост по частям да есть такое выражение зачем резать хвост по частям вот мы обрезку произвели вот у нас молодые растения то есть жизнь есть пеларгония пошла в рост она проснулась вот смотрите зачем же нам два раза стресс делать когда мы сделаем один но большой снимаем верхний слой здесь всегда скапливается какие-то может быть бактерии грибки ну всякая бяка скапливается корни смотрите как плотно обкружили уже вот прям видите вот они вот смотрите ну как бы это было не жаль их придется немножко распотрошить а можно и не потрошить в общем то можно не слишком и потрошить их вот если горшок если на эту же высоту мы будем сажать но я немножечко вот так расправлю корешки я всегда вот так делает я их немножечко вот так вот расправляю сколько нарастила корней какая хорошая пеларгония ну так потрясем ее немножко до пострессуем один раз один стресс вот так прям вообще даже вот так у пеларгонии ты хранят дома корневище прям в пакеты заматывают во влажные и в подпуск спускают вот она вот он вам посадочный материал смотрите немножко грунта на дно корешочки вот так распределяем устанавливаем и насыпаем землю до молодой поросли все почему нужно два раза пересаживать но может быть я чего-то не знаю расскажите мне дорогие мои цветоводы вот мы сразу можем подсушить черенки и также их укрыли поставить на укоренение в стаканчик вот и все вот и весь стресс что мы так срезаем стресс что мы пересадим срезаем вот растение уже очень быстро окрепнет и пойдет рост вот эти вот черенки в любом случае пойдут рост потому что они сейчас сидят на вот этом стебле они все равно будут тянуть из него сколько есть сил вот так не забываем что пеларгонии все-таки любит землю землю такой поплотнее немножко не то что он там как для бегонии должна быть рыхлые воздушные нет не делайте эту ошибку это бегонии нужны воздух а представьте как отлично растет пеларгония в суглинистых почвах ой какая она бывает она почему переносит так хорошо засуху потому что вот эти все тонкие корешки они в этот суглинок как бы вклеиваются вырастают и не пересыхают они они вот эту вот энергию вот эту влагу сохраняют в своих тоненьких корнях и вообще рост пеларгонии когда она на таком грани находится как бы на грани высыхания на грани умирания у него прям замирает все процессы жизненные она прям вот листики у нее вот чуть-чуть сникают и она начинает выпускать бутоны и вот тут ее нужно поливать вот тут ее покормить потом опять сделать перерыв но об этом о поливе подкормках я вам расскажу чуть чуть попозже когда мы все уже пересадим всего насажаем тогда о тонкостях полива тонкостях подкормок мы с вами поговорим обязательно и вам все расскажу вот так и посадили и на черенковали сразу же вот видите как прям вот такой вот можно опять же посадить прямо вилочку чем хорошо прищипывать макушки нарастают сразу черенки и не нужно вот это вот щипание никакого макушек срезания вот вам пушистые пышные герани невысокие коренастые и красивые сажайте вот так вот и будет вам много красивых цветов на сегодня у меня все всем пока пока до новых встреч дорогие мои друзья цветоводы